Любопытное исследование опубликовала немецкая организация «Исследование германского общества внешней политики». Итак, что они нам рассказали? Если война в Украине будет заморожена, России хватит 6 лет, чтобы подготовить свои войска к прямому конфликту с НАТО, повод которого, вероятно, использует Российская Федерация – нападение на Балтику. В США успешно испытали новую ракету большой дальности, которая заменит ракеты «Атакамс». Максимальная дальность новой ракеты – более 1000 км. Сейчас корпорация «Локет Мартин» работает над вариантом с радиусом 500-600 км. За 19 дней ноября Российской Федерацией было запущено по Украине 214 дронов «Камикадзе» типа «Шахет-131-136». По всей Украине увеличат количество мобильных групп для борьбы с «Шахетами». Областные военные администрации уже работают над комплектованием подразделений и не только транспортом, но и всеми необходимыми приборами. В Одессе задержали бизнесмена, который пытался дать взятку командующему оперативно-стратегической группировкой войск Одесса. Мужчина, руководитель частной компании, предлагал деньги за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне. Его взяли на взятки 200 тысяч гривен. В Одессе уже сутки продолжаются сложные метеоусловия. За сутки непогода повалила в Одессе 109 деревьев и 55 больших веток. Вот такие новости у нас в мире, в Украине и в Одессе. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего, берегите себя, дорогие мои, и даст Бог! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok